Шумерлинские школьники и сотрудники Центра социального обслуживания населения частые гости у ветеранов Великой Отечественной войны. От кого, как ни от них, можно услышать всю правду о тех героических годах. Хорошего здоровья и спасибо за победу. Спасибо, спасибо, деточки. Лара Андреевна Кирилль попала на войну в 42-м году. Ей было 19. Служила в отдельном батальоне воздушного наблюдения. Она участвовала в освобождении Киева, Житомира, Польши, Германии. Победу Лара Андреевна встретила под Берлином. Вспоминаются дома высокие, и там выставили флаги белые, приветствия. Все было, так было громко, так было слезно. И плакали, и радовались, и все. И у меня до сих пор все в ушах. Александр Фролович Гришин день победы встретил в Севастополе на подводной лодке. На фронт он попал в 44-м, в последний призыв. Я из девяти человек, которых парней нас с района призвали, я один оказался, попал в подводники. Один оказался, очевидно, я небольшого роста. И образование в то время, о, семь классов было. Куда там, наука. И все, по грамоте, по состоянию здоровья, я подошел в подводники. Ветеран считает, что вытянул счастливый билет. А как хорошо море, как хорошо там. Истинный газ. Вот ничего не видать, ничего, ничто. А как красиво. Все. Войны много не было. Берлин я не брал. С немцем я на земле не встречался. Бинтовку я в руках не держал. На подлодке было другое оружие. Торпеды. 100-миллиметровая пушка там, впереди стоит, сзади 45 пушка. Вот 100-миллиметровую пушку, боржу одну, немц, остаток какой-то был тут, Саня, переправлять. Пришлось, да, ее применять. Командир применил, чтобы всех уничтожить. Уничтожили. В семье Александра Фроловича воевала добрая половина. Наша семья отдала два брата. У меня погибли с 21-го года, с 23-го года братья погибли. А отец раненый пришел. То есть мы из семьи четыре человека уходили защищать родинку нашу. Поэтому, значит, какой-то вклад мы внесли определенный в это. Я остался жив. Вот так хорошо. Прекрасно, чудно. Я этому радуюсь. Любить жизнь и радоваться каждому мгновению. Секрет долголетия от Александра Гришина, который скоро отметит 92-й день рождения.